Дефициты у разных психобиологических типов, они разные. И три ключевых, я вам рассказываю, это три хода, которые вы можете использовать, когда вы взаимодействуете с вашими сотрудниками, если вы понимаете их психобиологические типы. Значит, есть люди, которые действительно, все говорят, что работа должна быть интересной, но есть люди, для которых это интересно, как в зоопарк сходить, видите, там, ой, интересно, да, вот. Это не это. Реальное любопытство, да, характеризует определенный такой психобиологический тип. Люди, которым интересны задачи, в которых нужно вот что-то накрутить, наворотить, наделать там и так далее. И когда вы говорите какому-то человеку, что это будет сложный проект, в котором будет вот много ответвлений, много задач там и так далее, один скажет, какая-то муть, а другой скажет, да ладно, а какие, и что? И дальше у него возникает естественное любопытство. И когда вы мотивируете такого человека стать членом вашей команды, то, конечно, вы должны рассказывать про причинно-следственные связи, про сложность организации, про структуру, вот это и все, чтобы у него внутри рисовалась красивая такая схема, такая, так сказать, сложная структура. Это для многих является, особенно в сфере IT, очень важной историей. Лучшие специалисты в области IT, вот они обладают таким, я бы даже сказал, таким математическим любопытством, да, им интересно решать задачи. Другой психобиологический тип, социальный такой он значительно более, если любопытные люди в смысле работы, они, как правило, интроверты, то социальный тип, он такой в этом смысле сбалансированный. И здесь для человека важно действительно наличие социальной коммуникации и полезности для других людей. То есть им важно, этому психобиологическому типу, поскольку он базово такой очень социальный, его задача, ему важно, чтобы люди, которые вокруг него, им было интересно. То есть они заинтересованы в других людях. Неважно, что-то они делают для клиентов, и это для них важно, что то, что они делают, это полезно, там и так далее. На 68% повышается вовлеченность человека в работу, если он знает, что то, что он делает, полезно людям. Поэтому положительный отзыв, положительная обратная связь на работу от фактических клиентов – это очень важный, мотивирующий фактор для создания правильной атмосферы внутри коллектива. Но вот социальный тип, вы здесь его должны мотивировать вот именно этими факторами, да, полезностью, важностью. Без тебя никто не справится, без тебя будет невозможно добиться результата. Только на тебя можно положиться, потому что вот это всё. То есть вот эта социальность, она является таким важным фактором для вот определенного типа людей. Мы их называем центристами, но это сейчас я не буду грузить, просто сложный терминал. И есть третий тип людей, для которых очень важна их собственная презентация, да. Значит, люди, которые нуждаются в восхищении. Они, как правило, больше креативные, да, ну, в сферах таких больше креативных себя эффективно проявляют, им очень недостает восхищения, да. Они как бы говорят, боже, это ж как ты-то думаешь, какая красивая получилась штука, там. Если вы это скажете, там, любопытному человеку, конструктору мы его называем, он так скажет, хм, интересно, да. Вот, а если вы социальному скажете, он засмущается, вы говорите, ну, все, ну, да, ну, все, нет, нет, нет. Если вы говорите, это рефлектору, это вот этот вот креативный наш тип, Павлов его называл художником, вот, художники, вот, если вы ими восхищаетесь, они говорят, махайте мне, махайте, и дальше готовы разбиваться просто в доску. В каждом из этих типов есть нечто очень важное, что позволяет создать действительно полноценную команду. Но сейчас мы говорим не про вопрос комбинации команд с точки зрения эффективности, мы говорим про то, что мы должны их вовлечь в работу, этих людей, потому что они сейчас сложно в ней вовлекаются. И это как раз осознание, понимание дефицитов, вот этих вот психобиологических, внутренних, всегдашних, да, то есть дефицит в деньгах можно удовлетворить, дефицит в голоде можно удовлетворить. Но если я социальный человек, у меня всегда есть социальный инстинкт. И эти вот глубинные дефициты, если мы их определяем, и их, как бы, будоражим в своих сотрудниках, это позволяет им вовлечься и почувствовать себя нужными, увлеченными, делающими что-то, что представляет для них самих уже ценность. Продолжение следует...